В радости есть семя печали, а в печали семя радости. Так же и у нас. Поверженного мастера становится жалко, но проигравший больше не будет кичиться своим мастерством. Привет, вишневые цветы в озарении прекрасного рассвета. Сейчас вы увидите элитных мастеров кунг-фу, которые бросили вызов реальным бойцам. Возможно, некоторые бои вы уже видели, но это как прекрасный закат, который можно созерцать вечно. Не относитесь к предистории боя серьезно. Все-таки сорвавшийся с ветки лепесток персика меняет направление по ветру. Первое сражение, которое мы будем созерцать, это бой между бойцом Муай-Тай в синем шлеме и синих перчатках и мастером древнего стиля кунг-фу, который хранят жители величественных манчжурских гор. В черном шлеме и белых перчатках. Правда, оба эти бойца из Китая. Мастер был готов сразиться с любым бойцом любого стиля, чтобы доказать всем, что старый журавель одолеет молодую жабу. Но оказалось, что плевать против ветра не очень хорошая идея. Молодой жабой оказался дерзкий леопард, который не был готов к тому, чтобы его оседлал старый аист. С первых же секунд жесткий лоу-кик и серия прямых ударов отправили ментальное тело нашего мастера к своему великому учителю, который повторил ему еще раз. В потемках и собачий помет не пачкает. Поэтому сиди в горах и не лезь в драки. Когда мастер поднялся на ноги, он начал рассказывать рефери, что получил болючий лоу-кик на первых секундах. А по правилам их школы первые три минуты нужно просто показывать формы, чтобы поразить своего противника. Но в разных местах свои обычаи. Поэтому в ринге все просто и быстро. В этом показательно наказующем бою правило «в споре побеждает тот, кто громче кричит» не сработало. В зал ММА зашел дерзкий Бизон, который начал в агрессивной манере рассказывать, что его искусство лысой башки и пивного пуза сможет одолеть любого бойца. Такая беспардонность бойцам не понравилась. И защитить честь зала, как гусеница защищает свое яблоко от надоедливых муравьев, вышел один из профи-бойцов. Мастер лысой башки в клетке вел себя, как профессиональный боец рюмочных и пельменных у дяди Васи. Наматывал круги, размахивал руками и кричал «давай, давай, покажи, что ты можешь». Наш боец, как матерый орел, увидевший испуганного зайца, провел пару ударов и бросился добивать мастера пивного пуза в партере. А вот последний удар, который ММА сделал уже лежащему без сознания бойцу после остановки бить не стоило. Все-таки, несмотря ни на что, нужно уметь сдерживать горящее пламя ненависти в груди. В улыбающееся лицо стрелу не пускают, а в дерзкое бьют. В этом легендарном эпическом поединке мастер Вин Чун вызвал на бой отличного боксера, даже несмотря на то, что тот был на голову выше и явно больше. Наверное, мастер думал, что даже маленький тигр сможет одолеть большого зайца. Но он не учел, что в колесе сансары даже заяц может возродиться аллигатором. Этот бой был, как цветение абрикосового дерева. Вроде бы красиво, но гусеницы уже на ветвях. Мастер Вин Чун тупо бежал вперед, пытаясь достать боксера своими фирменными сериями прямых из 20 ударов. Но беда была в том, что это не тренировка, где ученик стоит и выгребает. Боксер бросал элементарный прямой навстречу, и все атаки Вин Чуиста сразу умирали, так и не добравшись до цели. Нужно отметить настырность мастера, который, как дятел, долбящий прочную кору дуба, раз за разом делал одно и то же, получая по голове. Пока не пропустил окончательно. Все-таки вверх не плюют, а в бой против профиков не лезут. Ветви, что дают прохладу, не рубят, а в чужие залы с дерзкими вызовами не ходят. Но если ты здоровенный кабан под 2 метра ростом и под 120 килограмм веса, то в принципе можно. В зал ММА пришел здоровенный афроамериканец и начал в очень дерзкой манере рассказывать, что он уже несколько лет тренирует секретные техники кунг-фу. А сам он когда-то тоже занимался кикбоксингом и понял, что по сравнению с мастерством тибетских монахов это фигня. В общем, он готов доказать любому, что черный слон затопчет белого льва и не заметит. Этот очень опасный и наглый вызов принял один из профи бойцов зала. Несмотря на то, что мастер секретных стилей был на 2 головы выше и килограмм на 30 тяжелее. Но так же, как срывая спелую сливу, разочаровываешься, находя там червя, можно разочароваться этим мастером. Все, что он показал, это как раз-таки забытые навыки бокса и с глухой защитой и ударов от жопы. А вот секретного мастерства мы так и не увидели. Все-таки цветок Сакуры не может быть хорошим другом с ветром. В этом бою столетия, на которые в Китае были большие надежды, мастер тай-чи, уже будучи в преклонном и уважаемом возрасте, делая по утру багуа, осознал, что он как пчела, защищающая свой улей, должен защитить свое древнее искусство и доказать всему миру, что тай-чи – это не только гимнастика, но и смертельное боевое искусство. Объявив о своей готовности сразиться с любым бойцом любого стиля, мастер сел в медитацию и начал созерцать, как капает вода у него из крана на кухне. Но долго сидеть не пришлось. Вызов принял такой же немолодой боец, правда, не мастер кунг-фу, а бывший кикбоксер, который сейчас сам тренирует ребят. Это событие, как снег в Африке, собрало очень много зрителей и репортеров. Все-таки вещь для продажи украшают цветами, а великое искусство – помпезностью. Но что-то пошло не так. Как куропатка бросается на гончего пса, наш мастер тай-чи поскакал на кикбоксера, но два прямых отправили его в горизонтальное положение. Мастер подумал, что в платье и обезьяна хороша, поэтому в своем кимоно он не может проиграть бойцу в шортах. И снова повторил свою феерическую атаку, правда, на этот раз упал от первого прямого. «Видя чужой недостаток, исправляй свой», – подумал мастер и пошел в третью атаку, наконец-то раскусив тактику кикбоксера. Но не до конца. И снова упал от прямого, правда, на этот раз окончательно, отправившись в туманные вершины вуданга, узнать у своего учителя, что пошло не так. Пишите в комменты, а вы бы справились с такими мастерами. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай тоже узнают в силу мастеров. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить текущее, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok